Писатель, драматург и публицист, главный редактор литературной газеты, член Совета по культуре и искусству при президенте России Юрий Поляков 10 апреля выступил в Большом зале Российского Центра науки и культуры в Праге. Эта встреча была приурочена к выходу на чешском языке известной повести Юрия Полякова «Работа над ошибками». Вообще переводить любое произведение, это не только переводить слова с одного языка на другое, это переносить художественные произведения из одних национально-культурных координаций совершенно в другую цивилизацию. Это очень сложно. Но, надо сказать, я к этому уже привык, и меня переносили не только в родственную славянскую цивилизацию, но и в такую далекую цивилизацию, как китайская. И ничего, вроде перенесли без особых потерь. На чешский язык повесть перевела аспирантка университета имени Палацкого Валамоуцы Ярослава Яничкова, победительница второго конкурса переводов, организованного представительством Россотрудничества в Чехии совместно с Российским институтом перевода. Я, конечно, советовалась и с преподавателями нашего университета, и с друзьями, потому что, конечно, надо было проверять, будет ли этот перевод понятен и для чехов, потому что я думаю, что эту книгу стоило перевести. Она очень интересная, и очень надеюсь, что она найдет в себе чешских читателей. Благодаря конкурсу переводов в Чехии за последние годы издано значительное количество произведений современных российских авторов на чешском языке. Повесть Юрия Полякова для чешского издательства «Акрополис» уже третья книга, выпущенная в рамках этого проекта. Выдание закладов, начинчивых закладателей, не имеет никакого однодушного. Я думаю, что эта цель для закладательства против закладателей была бы вполне обтяжена. Я очень рад, что, благодаря тому, что здесь сотрудничество, которая выходит в этой работе, может быть лучшим из этого месяца, а что это оба страны приносно. Так что я рад, что вы пришли. Дам просто в дальнейшем книжке приятного счастья. Лекции Юрия Полякова также с большим успехом прошли в ведущих университетах Чехии и столицы Словакии и Братиславии. В Российском центре в Праге писатель более двух часов отвечал на вопросы поклонников и делился своим профессиональным опытом. Надеюсь, что взыскательный чешский читатель, воспитанный на замечательной своей литературе, я у многих чешских писателей учился просто как писатель с сатирической наклонностью, и у Чапика учился, ну и у Гашика, конечно. Вообще, книга «Обраво на солдате Швейке» была настольной книгой советской интеллигенции. Ее цитировали в быту, наверное, ну, может быть, чуть реже, чем Ильфа и Петрова. Вот, и Булгакова, когда он появился. И вот у ваших замечательных писателей-сатириков я многому научился. Это, конечно, вещь, здесь сатира немного, но потом у меня это, так сказать, развивалось. И, в общем, в последних вещах, особенно в драматургии, очень активно присутствует. В ближайшее время книгу Юрия Полякова «Работа над ошибками на чешском языке» можно будет приобрести на 23-й международной книжной ярмарке в Праге «Мир книги». Российский центр науки и культуры в Праге.